Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Если у вас возникают вопросы, как не перетемнить волос брови после осветления, после ламинирования, либо если у клиента выгорели брови, либо если у него волосинка очень светлая и он хочет всего на один тон темнее, тогда смотрите дальше это видео. Кто досмотрит до конца, тот еще получит очень полезную информацию, как нейтрализовать зеленый. И я вам все покажу на опытах. Поехали! Итак, мы не будем экспериментировать на бровях, поэтому у меня есть натуральные осветленные волосы. Я вам все покажу на них. Что мы будем делать? Изначально мы возьмем с одной стороны половинку, покрасим только краской, один к одному с окислителем. Многие думают, если они возьмут светло-коричневый цвет и покрасят осветленные брови, то они у них будут светло-коричневые. Но нет, вы сейчас убедитесь в том, что они будут практически черные, потому что после осветления очень много в волосе пустот, и эти пустоты заполняются искусственным пигментом. Соответственно, количество пигмента увеличивается и контрастность цвета также становится более яркой, более темной. А с другой стороны я вам покажу, как правильно затонировать. Мы возьмем, смешаем один к одному краску с окислителем и добавим четыре части органового масла. Следующий хвостик мы покрасим немножечко по-другому, для того, чтобы вы видели, как может измениться оттенок, если вы добавите больше, либо меньше окислителя. То есть мы точно так же будем добавлять четыре части масла в каждый замес, но в одну часть мы будем добавлять меньше окислителя, а во вторую часть больше окислителя. И вы увидите, что с одной стороны у нас будет более светлый и более теплый, а с другой стороны более холодный, уходящий даже в зелье. И как я и сказала, что в конце я вам покажу, как правильно нейтрализовать нежелательный цвет. С одной стороны мы специально сделаем зеленый, а со второй стороны тоже изначально сделаем зеленый, но потом нейтрализуем. И когда вот так вот сделаем, вы увидите разницу. Ну что, поехали? Изначально мы смешиваем краску с окислителем один к одному. Светло-коричневый, 0,3. И окислитель. А со второй стороны у нас будет одна часть краски, одна часть окислителя, где-то один к одному. И четыре части масла, так как оно более плотное, где-то здесь у нас четыре части. И также замешиваем. Очень-очень важно хорошо перемешать. Это отличный вариант для тонирования любого светлого волоса. Если хочется на один, на полтора, то на темнее. Хорошо замешала. И наношу. Изначально наношу просто краску один к одному. Вот у меня написано один к одному. Распределяю. Наношу только половинку своего хвостика, чтобы был виден переход от темного в светлый. Сейчас вы уже сразу увидите, как он начнет темнеть. Выдерживать будем буквально минут пять. Поэтому мы хвостики будем красить по очереди, чтобы я успевала смывать. Плотненько-плотненько. Видно, уже начал темнеть. Хотя еще я даже не успела нанести краску. И на вторую часть. Давайте хорошо. Наносим краску с окислителем и плюс масло. То есть реакция у нас проходит медленнее. Мы смыли краску. Даже несмотря на то, что волосы мокрые, видно результат. Что здесь у нас краска очень темная. А здесь краситель покрасил на три уровня. Где-то четыре уровня темнее. Единственное, так как мы наносим кисточкой неравномерно. Где-то может быть светлее, где-то может быть темнее. Но разница видна. Сейчас с одной стороны мы добавим больше окислителя. А со второй стороны мы добавим меньше окислителя. И вы увидите, как у вас цвет. С одной стороны будет холодный. Даже зеленый. А со второй стороны будет цвет у вас теплый. Поэтому изначально берем краску. Добавляем больше окислителя. И добавляем органовое масло. Четыре части. Замешиваем. Со второй стороны наоборот добавляем больше краски. Совсем чуть-чуть окислителя. И органовое масло. И наш третий хвостик мы также покрасим там, где у нас больше окислителя. Для того, чтобы я вам потом показала нейтрализацию. Раз наносим. Это у нас состав, где больше окислителя. И сразу прокрасим вот этот хвостик. Чтобы я вам показала нейтрализацию. Надо наносить быстро. Видите, уже сразу начинает холоднеть. Такой прямо серо-зеленый цвет. И со второй стороны наносим состав. Где наоборот у нас окислителя меньше. Здесь реакция будет идти дольше. Потому что у нас меньше окислителя. Так, вот это я уже сейчас буду снимать. Видите, мы получили из-за того, что добавили больше окислителя. Прям холодный, зеленый практически цвет. Потому что в третьем цвете у нас основной желтый. Потом есть немного синего. И меньше уже красного. Этим мы смываем. Этот хвостик мы еще чуть-чуть подержим. Итак, мы видим. Там, где у нас было больше окислителя, цвет ушел в холодный аж в синий. То есть, если сравнить даже один к одному без масла. Здесь цвет намного теплее, чем во втором случае. То есть, цвет там, где у нас было меньше окислителя, получился теплее. Опять-таки, пока мы смывали, чуть-чуть подождали. Волос еще мокрый. Когда он высохнет, он станет прям красивого коричневого цвета. То есть, если мы посмотреть, да, очень красивый цвет получился. И еще одну прядь мы покрасили одинаково. Видим, да, что цвет холодный, синий, зеленый. И я вам сейчас покажу секретную нейтрализацию. Мы знаем, что у нас зеленый, да, синий-зеленый будет нейтрализовать красно-оранжевый. Поэтому чуть-чуть окислителя, совсем чуть-чуть. И начинаю распределять. И мы сейчас увидим, как у нас начнет меняться цвет. Даже несмотря на то, что он у нас такой темный. Я специально оставила здесь контрольную прядь, чтобы было видно. Нужно чуть-чуть подождать. Сделать так, чтобы полностью-полностью вся прядь у нас была в этом составе. Чуть-чуть еще краски. Чуть-чуть окислителя. Нужно подождать 2 минуты. Вот даже мы уже начинаем, смотрите, отодвигать краску. И видите, у нас цвет нейтрализуется, уходит. И превращается в красивый коричневый цвет. Я даже не буду смывать краску, просто ее уберу. И вы уже увидите, как у нас изменился цвет. То есть в участке, где у нас еще остался, например, какой-то пигмент, например, здесь, можно еще раздобавить и повторить. И вот для сравнения наша контрольная прядь. Было и стало. Просто добавили очень много краски. 0,3, потому что 0,3 цвет в основе лежит желтый. И он нам нейтрализовал наш вот этот зеленый оттенок. И, соответственно, наоборот, если у вас слишком теплый получился цвет, вы можете добавить больше окислителя и чуть-чуть краски. И тогда получите, уже нейтрализуете вашу желтизну, получите более холодный цвет. Делаем вывод. Если мы хотим затонировать брови после осветления, тогда нам нужно в краску добавить 4 части органового масла. Если мы добавим еще больше органового масла, соответственно, цвет будет светлее. То есть, если вы не хотите насыщенные темные цвета, даже просто при окрашивании вы можете добавить органовое масло, и у вас цвет станет светлее. Если вы добавите больше окислителя, тогда вы получите холодный цвет. Если вы хотите получить, причем холодный, аж зеленый цвет, поэтому лучше добавлять один к одному, либо, если вы хотите теплый цвет, больше красителя. Если уже получилось так, что у вас что-то не вышло, ну, тоже бывает, знаете, разные ситуации, поэтому вы берете, например, получили вы вот такой холодный синий-зеленый цвет, вы берете краску, ну, третью, добавляете туда совсем чуть-чуть окислителя и наносите сверху, даже уже вы видели, я смыла и нанесла сверху. И смотрите, как у меня нейтрализовало. То есть, органовое масло отличный помощник при разбавлении цвета, когда нам нужно сделать светлее. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Выкладывайте любой момент с этого видео у себя в сториз и я вам в ответ отправлю очень полезную информацию для бровиста. Всем пока!